всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня новый влог точнее такое видео я сюда ставлю кусочки того что я снимала все в предыдущую неделю наверно если не больше вот дело в том что но было много у меня таких организационных всяких мероприятий так вот это это какие-то инструменты моего мужа какие-то там нужные штучки поэтому я убирать не стала чтобы он у меня не ругался вот в общем потом получается я заболела и до сих пор еще нахожусь таком немножко приболевшим состоянии мне как всегда горло вообще мне писали что я часто болею так получается у меня то младший плохо себя чувствует потом старший плохо себя чувствует потом уж себя плохо чувствует и я такая как найти курица-насетка над ними всех лечу-лечу-лечу а потом в итоге сама заболевая еще больше вот так что как-то так поэтому голос у меня но сейчас вроде нормальный мне по крайней мере так кажется что он нормальный вот так что должно все хорошо так прежде чем я все это покажу и я хочу вам показать точнее ответить на вопрос по поводу аромата мужского сайта рандеву который я заказывала заказывала я там два аромата на сайте рандеву я вам оставлю промокод конечно же с дополнительной скидкой который ко всем скидкам дает еще дополнительную скидку и получается очень недорого вот так я скажу то есть дешевле чем где-либо я заказывала вот последнем заказе два аромата от отар collection потестировать аромата от collection также на рандеву есть наборы вы просто вот эти наборы миниатюр пробничков их можно сказать миниатюр я бы назвала потому что вот этих маленьких бутылочек хватает на самом деле надолго хватает чтобы распробовать аромат вообще во всей красе и в числе чтобы понять там насколько долго держится на вас ароматы и так далее вообще вообще разносить ароматы купить посмотрите там в наборах есть наборы с ароматами от отар collection мне я обожаю я хочу собрать все я в итоге соберу все ароматы от отар вот это мужской аромат про него у меня как раз таки спрашивали скоро новый год девочки и я советую присмотреть тем более смотрите какая новогодняя новогодняя такая да получается даже отсвечивает от нее значит ссылки оставлю на рандеву получается дешевле очень долго я не покупала вот этот аромат потому что этот аромат был дороже чем все остальные но на рандеву он недорогой поэтому это оригинал у меня есть знакомый я вам ее про него как-то говорила тоже любитель парфюмерии она провозит привозила отары я не помню откуда именно но в общем за границей будем так сказать давно еще и сравнивала она у меня тоже заказывает на рандеву сравнивала ароматы один в один то есть нет вообще вот звучание один в один поэтому я советую рекомендую значит что по халтат найду это вишневый кальян я бы назвала это вишневый кальян нет табаком не пахнет не пахнет обычными сигаретами да пахнет табаком наверное вот как в кальяне вот вишневый кальян вот вот оно прямо или если хотите другая может быть ассоциация вишневое варенье вы сидите около камина только камин который не который вот нового камина до который хорошо все вытягивает вот вот этот аромат он очень стойкий очень густой очень согревающий на зиму вот на морозы это просто огонь вот так нам показывает это просто такой держится целый день у меня все ароматы от отар collection на мне держится целый день супер я просто даже это просто нечто это я бы не сказала что он алкогольный я бы не сказал что некоторые просто считают его алкогольным не знаю я наверное не такой профессионал алкоголь и чтобы его где-то улавливать нотки алкоголя но мне кажется что это вот прям кальян вот мое личное мнение зима час наступит холода будет минус я буду им обливаться просто просто вообще вот так вот что я принципе делаю так насчет мужского аромата значит мужской аромат на моем муже держится целый день единственное что вечером год когда он уже приходит с работы от него нет ни шлейфа то есть он такой близко к телу близко к коже правильно сказать сидит и он уже такой более приглушенный становится но держится целый день реально но у меня муж наносит на одежду то есть он одевается и так раз-два два пшика всего делает не больше он не как я вот это вот знаете вот вот это вот он не делает такие вещи поэтому он держится реально целый день что это за аромат здесь и свежесть и цитрусовые и древесные и немножко зеленые ноты то есть это такое знаете вот собрано все и мне кажется даже какая-то такая сладость такая небольшая есть очень приятный мужской аромат то есть цитрусовые вот стартует по мне тогда стартует таким лимончиком потом он становится такой более зеленый потом более древесный такой очень красивый такой играющий аромат подойдет на каждый день подойдет в офис то есть он неудушливый нет такого знаете там сандала какого-то или чё таком супер вот у меня муж сейчас пользуется вообще с огромным удовольствием мой муж привереда в ароматах он не не резкий не сильно яркий вот такой то что нужно вот по крайней мере для моего мужа вот он не сказал что это вот прямо то что нужно поэтому советую от всей души скоро новый год опять же на рандеву можно заказать вот эти вот пробники да я бы назвала их все-таки миниатюру потому что действительно надолго хватает и попробовать познакомиться с ароматами от отар они не такие не чистый восток знаете они именно вот то что нужно вот лично для меня то что нужно обалденные ароматы мне очень нравится на рандеву всегда есть скидки распродажи и так далее поэтому я вам все ссылки как всегда оставлю под этим видео обязательно переходите смотрите присмотритесь к этому мужскому аромату честно вам признаюсь очень хороший очень приятный дорого звучащий то есть такой офисный аромат такой на каждый день мужчине такого мужественного мужчине вот на мой взгляд супер мне очень нравится мужской вот это я бы сама им пользовалась вот но муж меня не любит когда от меня пахнет чем-то таким сладким вот так что как то так вот в общем про ароматы рассказала значит при косметику про ногти будет следующем видео у меня обязательно тоже также вначале небольшой кусочек расскажу дальше я болела мы ездили перед тем как я заболела мы ездили на экскурсию в кронштадт я вам дальше покажу и ходили в театр с детьми закончили четверть до в этом году но в пятом классе немножко у нас так можно было бы получше первый класс еще там даже оценок пока нет вот так что все отлично вот что и мне еще оставляли на четыре дня у меня попросили посидеть но знакомые наши дам собаками в эту собаку уже одну видели мы были с этими знакомыми в карелии у них шпиц такой коричневый я вам тоже покажу и вот коричневый шпиц у них он уже три года собачки три года и они решили завести еще одну собачку тоже шпица но получается что коричневый он не чисто кровный шпиц что вот этого которого они взяли бежененького ему полгода то же самое давайте я вам их покажу но потом все остальное тоже и вот коричневый его зовут егор три года и вот маленький малыш ему полугодика зовут его умка немножко тут глазки подтекают но он еще маленький полгодика тоже должен быть шпиц в общем это два это как моя джусь и джусь и у меня тоже должна быть шпицом как мы вот с тем кто оставил нам этих собачек на четыре дня разговаривали наверное шпицев настоящих уже нет ну по крайней мере их наверное очень сложно найти в общем вот такой вот вот такие вот у меня собачульки классные джусь и моя ревнивая просто до безумия видите они лежат на кровати джусь и никак не могла это пережить маленькая собачка все ко мне пыталась ластиться но он потому что щенок сюда джусь и просто не могла это пережить четыре дня для него просто был какой-то нереальный стресс она их не любила всех так что вот такая вот у меня прям представляете дома была огромная компания плюс две собаки короче караул прям был вот на самом деле нормально дом большой они все как-то разбредались вот этот маленький только за мной ходил умка его зовут вот и остальные так все кто где и единственное что очень сложно кормить всех потому что пока всех накормишь это короче целая история у меня была но ничего четыре дня хозяевых уезжали поэтому поэтому мы я вообще не против таких вещей оставить всегда нужно в общем вот такие вот красавцы но это мы ходили гулять уже когда уехали собачки ходили гулять на финский залив с моими девчонками мальчишками вот финском заливе у нас был прилив в общем всякий мусор тут прибило моим на радость всем и собакам и сыновьям в общем финский залив как всегда у нас очень красивый всегда разный приходишь он всегда разный вот бона как всегда пошла купаться конечно куда же куда же она не пойдет купаться вот меня также спрашивали по поводу того что бона хромает у нас нет проблем с суставами как таковых то есть конечно собаки 10 лет для большой собаки это уже считается пожилая собака то есть это уже ну если маленькая собачка какой-то шпиц там или еще кто-нибудь до 15-20 лет спокойно доживает то большие собаки для них обычно это достаточно трудно поэтому мы хромаем исключительно из того что даже не хромаем она так ходит у меня она может сорваться побежать спокойно ничего у нее не болит ну вот такая вот мы обследуемся у ветеринара то есть я ни в коем случае не мучаю своих собак тем более бону за всем и за суставами за питанием за всем мы следим пока у нас все в норме в норме для своего возраста 10 лет повторюсь собаки для лабрадора это вообще много это прям очень большой возраст это не я говорю это слова моего ветеринара точнее не моего абонинова правильно так сказать так что с собаками у меня все хорошо глаза у нее слезятся потому что у нас под глазами была опухоль мы ее удаляли операция была опухоль это давила на канал ну вот этот вот слезный да и поэтому вот у нас осталась вот такая история что подтекают глаза никаких аллергии слава богу у нас нет вообще она у меня очень даже неплохо так что не надо на нее договаривать на боночку моего она у меня в хорошем состоянии и в общем долгих лет жизни как говорится вот так что все супер в общем вот так вот на финском заливе на самом деле сейчас здесь ветер я даже пытаюсь тут за кадром вам что-то рассказывать но меня не слышно потому что достаточно сильный ветер на заливе всегда на свет и давайте я еще покажу вам заказ в альбрес куда я без него смотрите какую клевую штуку я заказала девочки вообще это тортовница правильно называется но я планирую использовать морить и открывается это дерево а это пластик я планирую использовать вот когда хлеб пику сюда положить там кексики какие-то делаю но в принципе да вот для такого ну как хлебницу можно сказать вот что-то в этом духе будет у меня на столе стоять потому что я когда там кексик например делу их полотенчиком накрываю чтобы они не обветривали чтобы тут ну в общем а так у меня быть теперь вот такая штука лежать ссылочку конечно же я оставлю вам на все оставлю ссылки еще решила попробовать заказать готовой смеси вот такой заказала хлеб 5 злаков вот я и сама делаю и смесь тоже решила попробовать почему нет вот надо все попробовать вот такую и вот такую вот еще крестьянский хлеб две упаковки здесь вот вот это из пудов как-то я покупала муку тоже хорошая кстати вот и еще увидела вот такие вот наборы для домашнего мороженого тоже решила попробовать взяла ванильная карамельная ванильная подумала что у меня же есть замороженная малина земляника и всякие ягоды да я замораживала и как раз можно ванильное мороженое и добавить ягоды которая у меня замороженные есть будет супер да вот такой вот и вот такие карамельные в упаковке здесь три штучки супер еще взяла вот такую лампочку для цветов как она выглядит она вот такая но ее можно поставить смотрите там есть одна вот такая лампочка есть две в наборе а есть три вот я взяла три в наборе это лампа для цветов вот такая она будет светить не розовым как вот моя сейчас у орхидеи а белым светом но полезным для растений в общем вот этим вот эти штучки одеваются вот на эти палочки единственное что здесь нет вот этого самого когда адаптер называется то есть вот так вот идет без ядь называю штекер без штекера вот вот такая сейчас у меня мальчишки мои придут и я у них попрошу они не делают поставить покажу как смотрится на цветочках вот какие-то режимы есть супер вот сейчас на поставлю вот такую лампочку потому что розовая лампа я хочу вот сюда где у меня телевизор рядышком в общем посмотрим сейчас если мне понравится вот эта лампочка я еще одну такую же закажу потому что у меня еще есть какие-то цветочки которые неплохо было бы подсветить вот такая вот лампочка тоже оставлю вам на нее ссылкой к этой лампочке кстати мне дали письмо счастья благодарственное и вот такой вот подарок но за подарочек спасибо для комнатных цветов вот такой вот подкормку я как раз ставлю буду весной подкармливать сейчас уже не буду вот так что вот такие вот у меня покупочки вот это вообще огонь мне нравится я на самом деле думала что она меньше она смотрите какая большая вот так что сейчас хлебушек как раз поставлю печься чуть-чуть надо попечь да так что супер ссылки оставлю конечно же и также поснимала немножко как мы ходили в театр с мальчишками и сможем соответственно мы ходили на остров сокровищ главные роли как в роли пирата это не совсем главная роль да был сергей безруков очень мне понравилось как он играет многие говорят что он вообще такой заздавшийся плохо играть я бы так не сказала спектакль этот прошел просто на ура все дети которые вот не только мои на но которые были в зале они были в полном восторге просто в полнейшем но это было видно просто все аплодировали ну просто просто вот прям супер спектакль хотя вроде бы простой до остров сокровищ что тут можно уж придумать но получилось очень классно сергей безруков кстати свою роль вот он как раз здесь таки с попугаем да получается играл как бы очень схожа с капитану воробей да вот примерно такой же стиль в общем да и сама постановка была очень классная как сказал мой муж я конечно не могу признаться что мне понравилось театре но мне понравилось как то так было в общем не на самом деле все это было с музыкальным сопровождением поэтому я здесь на ютубе оригинале запись до оставить не могу поэтому озвучиваю сверху вот но хочу поделиться потому что было очень интересно тем более мне кстати как-то спрашивали куда мы ходим с мальчишками я бывает мы куда-то ходим я не снимаю но по тем или иным причинам иногда просто знаете зависаешь и забываешь вообще в театре снимать нельзя на телефон ты я там тихонечко без вспышки без без всего как партизан можно так сказать да об этом даже говорят что фото и видеосъемка запрещена вот так что вот так вот но но я немножко поснимала потому что действительно была тоже в полном восторге от этого спектакля вот я не знаю где он проходит у нас он был в питере два дня был ли он до этого не был не знаю если честно вот но если вдруг у вас будет тоже такая постановка обязательно сходите очень очень классно прям мне кажется все ну раз уж моему мужу понравилось так это значит вообще супер это самая высшая похвала можно так сказать потому что они меня всегда когда я говорю там пойдемте сходим в театр они всегда надуваются говорят нет будет скучно это я себя немножечко тут засняла вот и еще мы ездили классом устраивала эту экскурсию я первым классом с владиком лёва конечно же старший мой сын поехал вместе со мной ездили на экскурсию в петропавловскую крепость здесь у нас был такой некий квест кстати вот формат квеста очень интересен именно для маленьких детей то есть там дают какие-то задания и нужно выполнять эти задания и при этом ты знакомишься с сооружениями какими-то петропавловской крепости очень понравился такой формат я поснимала буквально совсем чуть-чуть еще погода такая не очень была туман прямо вот но потому что на самом деле хотела вам поснимать побольше тем более меня просят снимать питера но нужно было следить за детьми нужно было там что-то куда-то поэтому я тут так знаете буквально чуть-чуть дети 1 класс они все куда-то пытались разойтись по разные стороны вот нужно было все собирать но сама экскурсия кстати тоже очень понравилось классным так что сама экскурсия нам очень понравилась для первоклашек это кстати наилучший вариант формате какого-то квеста но не только для первоклашек вообще для деток вот ну конечно же остановку около авроры обязательно куда без нее без авроры без нее никуда вот в общем на сегодня я уже буду с вами прощаться я надеюсь что вам понравилось такое видео но было для вас полезным и интересным я рассказала куда я пропадала вот так что не забывайте подписываться на мой канал кто еще не подписан всех люблю целую до новых встреч смотрите